Вы вот вместо всяких идиотских ритуалов, каких-то совершенно идиотских действий, которые, как вы считаете, вам могут помочь, просто на любую руку намотайте себе, на левую, на правую, все равно красную нитку, как символ солнца, синюю или голубую, как символ океана, неба, зеленую, как символ растений, и черную, как символ земли, вот, четыре цвета, и этим самым, как бы, согласитесь с миром, со вселенной, заключите некий договор с природой, со всем, что вас окружает, и вам сразу станет легче, вы сразу настроите себя на хорошую, правильную волну, вот, совершенно бесплатный дельный совет, без всяких, там, идиотских каких-то ритуалов, заноса денег куда-то и так далее. Если легче не стало, значит, подумайте, задумайтесь, что вы делаете неправильно, потому что у всех со всеми конфликты, у всех на всех обиды, все там кому-то что-то предъявляют, что-то там крутится аж с пятилетнего возраста и с детства у людей что-то. Надо все это отпустить, отбросить, если с деньгами какие-то идиотские вопросы, тоже все это забыть, отдать и забить на все, потому что деньги это придуманный способ обмана, все, что происходит вокруг вас, вот, если смотреть, как квантовая физика новомодная рассматривает, это, по сути, голограмма. И вот вы сами управляете всем, во что вы верите, то и получается. То есть, если люди верят в некие вещи, крутят в голове какие-то вещи, то эти вещи начинают мотивизовываться, вокруг них происходить. Это вот кажется мистикой, кажется чем-то волшебным, невероятным, на самом деле все объяснимо с любой стороны, вот, хоть с потусторонней, хоть с этой, с реальной, с реалистического вот этого мира. Потому что нету никакой науки, нету никаких вещей конкретных, все очень размыто, и никто ничего толком не может объяснить, как, что, почему, зачем происходит. Единственное, что реально, что существует, это чистота, свет, доброта, искренность, какие-то хорошие человеческие качества, природа вокруг, вот, есть хорошее, плохое, есть день, ночь, и то же самое вы, то есть, если вы постоянно загружены темнотой, тьмой, какие бы вы там ни делали трюки, лучше вам не будет. Вот смотрите, вам специально тыкают каких-то очень влиятельных людей, состоятельных, что якобы у них все отлично, на самом деле, чего отличного нет там. Вот представьте себе жажду, которую невозможно утолить, вы хотите пить, и сколько бы вы ни пили, вам все равно хочется пить, и хочется пить еще больше. Вот так чувствуют себя люди, у которых огромные деньги, которых вас всех заставляют, которым завидовать, понимаете?